что такое подборка деталей и сборка цилиндра поршневой группы давайте сегодня разберем эту тему и всем привет как всегда итак прежде чем перейду к основной часть данном видео хотелось бы сказать то что да ведь будет полностью скрота коллекционного формата но для тех кто хочет сказать именно вникать до стараться разбираться то те собственно можете остаться кому это интересно можете уже сразу закрывать это видео да и сегодня я буду стараться не рассказывает да а именно сегодня полностью постараюсь зачесть потому что если даже сейчас рассказывать видите я уже чувствую как запинать где-то сомневаюсь да поэтому я сегодня расскажу чтобы данной информации которая заключается в данном виде она лучше воспринималась значит то перед сборкой и установкой детали их тщательно промывают осматривают и производит контрольный замер с целью оценки технического состояния и возможности для дальнейшего использования что собственно вы можете видеть о данном изображении далее пригодные вновь замененные детали производят комплектацию и подборку простых и сложных узлов при перед сборкой и укомплектовка деталей при незначительном изнашивании коленчатого валом его комплектуют вкладыши номинального размера если износ шеек составляет больше доступного значения коленчатого вала комплектуют вкладышами соответствующего размера при комплектации цилиндропоршневой группы цпг в первую очередь подбирают комплект поршней по размеру и весу пошли по размеру подбираются таким образом чтобы зазор между ними и гильзами составлял 0,05 0,07 миллиметра для этих целей используют нутромер производится замер всех цилиндров в четырех плоскостях и в двух взаимно перпендикулярных плоскостях здесь лучше всего посмотреть на данное изображение даже на несколько помимо размеров поршни подразделяется по весу с разницей два с половиной три грамма подбор поршневого пальца к отверстию в поршни производится следующим образом смазывание моторным маслом палец от усилия большого пальца руки должен свободно заходить в отверстие и при поворачивании в вертикальном положении он должен удерживаться в отверстие это для двигателей ваза автоваза далее в верхнюю головку шатуна палец помещают с натягом для этого шату нагревает до 240 градусов цельсия далее поршневые кольца подбираются с поршнями по зазору в замке 0,25 0,45 миллиметра и по зазору между кольцом и стенкой 0,04 0,075 миллиметра завершением поршень в сборе а именно с пальцем поршневые кольца и штукном не должен отличаться больше чем на 8 грамм это все что я хотел вам сегодня сказать да согласен информация мало кого может заинтересовать но опять таки я делал для себя или для тех кому это интересно это первое следующее не ставьте дизлайки не ставь не пишите комментарии потому что все делается на стое личных интересов а для тех кому это было интересно пожалуйста подпишитесь на мой канал поставьте палец вверх поставьте клокочек чтобы не пропустить мои новые видео также напишите комментарии если были какие-то замечания ошибки с моей стороны или допустим вы хотели предложить какую-то интересную тему для разговора давайте разберем на этом все что я хотел вам рассказать так что до новых встреч и помните дальше будет только интересен